Без зарплаты и трудовых книжек остались сотрудники одного из нижнекамских таксопарков. Офис руководители закрыли, а деньги заплатили не все. Бывшие работники не раз звонили шефу, но тот на связь не выходит, трубку не берет. По-хорошему договориться не получилось, пришлось идти в суд. Светлана устроилась диспетчером в такси в ноябре прошлого года. Сначала по договору. В апреле девушку оформили официально. Зарплату обещали 11-12 тысяч. Светлану все устраивало, но вскоре деньги ей и другим сотрудникам стали выплачивать странным образом. Выплачивали по неделям, по 3,5 сначала, а потом уже часами. По тысяче, по полторы начали. После этого уже как к концу все подходило, где-то в июне, в июле они уже перестали выплачивать зарплату. Потом уже продали такси. Тогда девушка уволилась. Правда, долг по зарплате, а это порядка 25 тысяч, ей не выплатили. Не отдали и трудовую. Светлана неоднократно звонила руководителю. Ей обещали вернуть все в течение недели. Прошел месяц. Ни денег, ни документов девушка так и не увидела. А теперь директор фирмы и вовсе не берет трубку. Трудовой договор на руках. Говорила, что в суд пойду. Сказали. Иди пиши, все как есть. Офис компании с громким названием «Такси номер один» находился в здании проектного института. Фирма закрылась два месяца назад. Здесь ее хорошо помнят. Долг за аренду «Такси номер один» выплатила только спустя месяц. До 30 июня они у нас арендовали. Затем у них они съехали. Мы их месяц разыскивали, чтобы они оплатили аренду «Плату». У них был долг 15 тысяч. Как выяснилось, компания попросту обанкротилась. Ее главной офис находится в Челнах. У Нижнекамского филиала не было лицензии. По словам бывших сотрудников, сюда часто наведывалась налоговая служба. Мы решили сами дозвониться до руководителя «Такси». У вас был офис «Такси номер один» в проектном институте. И сейчас к нам люди жалуются, что им не даются трудовые книжки и зарплату. Ничего вразумительного директор нам не сказал. А в конце разговора сообщил, что первый раз слышит об этой истории и ничего не знает. Вообще же юристы советуют, если у вас на руках есть трудовой договор, но вам не отдают трудовую, не выплачивают зарплату, вы можете смело обратиться с заявлением в прокуратуру или в Федеральную инспекцию труда. Если же трудовой договор не был заключен и трудовая книжка не заполнялась, тогда, согласно статье 16, нужно доказать наличие трудовых отношений. Для этого нужно обратиться в суд. Другие органы не смогут помочь, поскольку не имеется доказательств наличия трудовых отношений. Для этого нужно обратиться в суд и в суд привезти свидетелей, которые подтвердят, что вы действительно по заданию сведомого работодателя работали хотя бы несколько часов. То есть уже будет подтверждено наличие трудовых отношений, и ваши права будут защищены непосредственно судом. Кроме того, если работодатель задерживает вам зарплату свыше трех месяцев, за это предусматривается уголовное наказание. Работнику нужно лишь обратиться в следственный комитет. В случае с такси номер один некоторые сотрудники уже подали заявление в прокуратуру. Сейчас дело находится на рассмотрении. Светлана Шумкова, Ринат Харасов, Вести Татарстан, из Нижнекамска.